этот наган конкретно еще остатки клейма на него императорский оружейный завод 1912 год патроны снаряжались барабан по одному это же жутко неудобно жутко неудобно до истракция точно также проходил по одному если гильза оставалась там приходилось то шум помню тук-тук-тучь также по одному то есть перезарядка 10 минут до жутко неудобно но при этом чем ногам интересен но при возводе курка барабан одевается на ствол и здесь пропадает щель между стволом и барабаном из этого пороховые газы как у обычных револьверов не уходят в сторону и идут все на выстрел и именно благодаря этому на наган как на один из немногих револьверов можно было делать глушитель потому что на любой другой оденешь как кино показывает на револьвер отдельный глушитель и стреляет там такая тишина все только забываю что тут это расстояние и все газы весь звук уходят анаган это очень прекрасно убираем за счет того что барабан надвигался на ствол поэтому в девяностых бандиты использовали и плюс плюс потому что гильзы не вылетает то есть пуля находилась внутри гильзы и или застается в барабане отстрелялся перезадил гильзы у тебя с собой все очень надежная вещь кстати фильм в августе сорок четвертого по богомолову да про наш контрразведку видели да вот там вот такой смершевец таманцев который использовал при стрельбе два пистолета в одном руке у него был наган другой ты ты получалось что он тт обеспечил кучность огня прижима противника а наган как более точный обездвижил попадая пока не а он точнее чем то да он точнее чем ты ты особенно если ты стреляешь с предварительным взводом а это можно стрелять ки солдатский вот этот этот офицерский изначально и где 5 2 типа да и делали солдатски офицерский там незначительная деталь очень кто-то маленькой не совсем небольшие изменения были но офицерский можно был стрелять слагодом солдат essas нельзя было солдатской на только с предварительными взводом считалось что если солдат будет стрелять самовзводом, у него большое количество боеприпасов потом пришли к выводу, что это нецелесообразно, начали все делать обычный самовзводный револьвер поэтому вот эти вот маленькие лючки, которые там стоят, которые делают его солдатским увеличивают стоимость оружия процентов на 30 солдатский дороже, чем офицер он проще типа его упростили, но он стал дороже да, потому что редкость именно вот про сейчас а, я понял сейчас солдатских очень мало найти очень тяжело скажем, на Тульском оружием заводе когда мы их охолачивали получилось, что из 200, там, 500 револьверов 2-3 можно было найти солдатских можно любой наган собрать такой, что он будет стоить и 200, и 300 тысяч а можно взять обычный наган и он будет стоить где-то в районе 30-50 сейчас в основном вторичный все зависит от количества деталей да, и года производства клейма шлифовался, не шлифовался вот там щадящий диактив не щадящий каждая деталюшечка с клеймом вот клеймо Тульского завода молоточек, видите вот он маленький вот когда собираешь револьвер Тульского завода историчный да, с правильным клеймом чтобы все оно было вот каждая деталюшечка должна быть вот с таким клеймением даже на мушечках маленький ствол тут точно так же вот он клеймо молоточек и точно так же на каждой деталюшечке вот здесь уже смотрите клеймо Звезда это уже советское производство их было много это тоже клеймо Звезда то есть желательно чтобы весь был на одном клейме да, вот когда когда на заводе мы собирали они вот такие они в разнобой то есть когда арсенальный ремонт просто его приводят его разобрали собрали подобрали работает все пронумеровали и по барабану какую клеймо стоит когда ты делаешь его историческое для коллекционеров к примеру ты из кучи этих наганов выбираешь каждую запчастюшечку именно с одним и тем же клеймом и когда они вместе собираются тогда этот пистолет становится дорогим дорогим но самые дорогие которые еще не проходили не арсенальные ремонты а были именно вот при рождении со всеми одинаковыми клеймами сколько вот прям оригинальный оригинальный стоит 300 тысяч а понятия не имею тут уже зависит от жадности продавца и от возможности покупателя без ваха же неплохая согласен если нашел того кому можно продать его за миллион почему бы не продать за миллион то есть и 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